Отец сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. Какое же? Лука Брази держал пистолет у его виска. И отец предложил выбор. Либо на контракте мозги, либо подпись. Всем привет. Минувшие выходные выдались для Владимирской области в новостном плане необычайно жаркими. Шутка ли? Следственный комитет задержал и увез в Москву для ареста целого вице-губернатора Елену Музаинько, которая даже не просто вице-губернатор, а левшая подруга Светланы Орловой, губернатор Владимирской области. Музаинько и Орлова знакомы аж с Кемеровского периода Светланы Орловой, когда Елена Музаинько была вице-губернатором Кемеровской области, а Светлана Юрьевна представляла Кемеровскую область в Совете Федерации. С первых минут, как стало известно, задержание Музаинько, владимирские журналисты и блогеры не устают повторять. Это уже не первый, а второй вице-губернатор, которого прихватили за коррупционные деяния. Первым был вице-губернатор Дмитрий Хвостов, которого задержали осенью прошлого года. Несколько месяцев назад Светлана Юрьевна недвусмысленно намекнула всем интересующимся, что она не желает ограничиваться одним сроком на посту главы региона и намерена пойти на второй осенью 2018 года. Только вот с двумя заместителями, попавшимся на крупных взятках менее чем за год в России, на второй срок не ходят. В современной России с таким раскладом едут в администрацию президента договариваться о тихой отставке. Всеми силами стараются выторговать себе возможность тихо отползти на какую-нибудь пенсионную должность и досидеть там максимальный срок, не отсвечивая. Если одного заместителя-взяточника еще можно было как-то подать общественности и Кремлю под соусом случайности, то два заместителя, попавшихся на взятках, это уже закономерность. Один вице-губернатор, арестованный по четырем уголовным делам, а это предупреждение, два вице-губернатора в СИЗО для понятливых глав, это ультиматум. Конечно, встречались в современной российской истории и непонятливые руководители различного уровня. Только потом вот они чаще встречались со следствием. Еще совсем недавно все более-менее осведомленные обитатели Владимирской администрации были уверены, решение о втором сроке губернатора будет приниматься по итогам выборов президента России, которые состоятся в марте 2018 года. Еще совсем недавно мало кто сомневался, что и сами президентские выборы и вопрос о будущем губернаторства Светланы Орловой вопрос скорее всего технический, а значит уже решенный. Теперь в Владимирском Белом доме царят другие настроения. Некоторые, насколько мне известно, уже начали подыскивать себе другое место работы, подальше от губернатора, получившего черную метку от силовиков. А кто-то, уверен, больше озабочен тем, чтобы почистить хвосты своих дел и делишек, которые осуществлялись или готовились к осуществлению под чутким руководством Светланы Орловой. Холодное начало лета 2017 года оказалось необычайно жарким в политико-уголовном плане для Владимирской области. И мне кажется, нас ждут еще впереди очень интересные и насыщенные событиями два летних месяца.